Декрет номер 7 об развитии предпринимательства уступил в силу около 3 месяцев тому. И он должен сприять поляпшению бизнес-климату и, как следствие, заявлению новых предпринимателей. Сегодня на сессии Гомельского областного совета депутатов различены меры по реализации декрета номер 7 в нашем регионе. Дмитрий Котов протягнет. На Гомельщине традиционно шмат робится для развития предпринимательства. Як подтверждение, наш регион признавался лепшим в Украине для ведения бизнеса в 2012, 2014 и 2016 годах. Декрет номер 7 зарабил бизнес-климат еще больше комфортным. Если говорить об уведомительном принципе начала осуществления деятельности, то достаточно обратиться в районный исполнительный комитет или городской исполнительный комитет с уведомлением о начале этой деятельности. И уже параллельно можно вести все работы по подтверждению своей спецификации получения разрешения, если необходима лицензия, но зачастую лицензии для осуществления этих видов деятельности не нужны. Иншими словами, бизнес начинает працавать, а все документы можно рыхтовать параллельно за житовлением предпринимательской деятельности. Таким чином распространять свою справу можно на 3-4 месяцы ранее, чем было до Гетуль. У Гомельской области за час деяния декрета только по уведомляльным принципам зарегистрировалось 270 субъектов господарения. У основным это предпринимательники, которые ожитивляют пассажирские перевозки, розничный гандаль и працуют в сфере послуг. Если говорить об мерах, которые принялись по реализации декрета номер 7, то в первую очередь это створение рабочей группы, в состав которой вошли представители комитета экономики, управление гандлю и послуг, податковая инспекция. На протягу некоторых месяцев в разных городах в области проходили бизнес-семинары, которые наведали около 400 человек. А кроме того, на официальном интернет-портале Абалвыконкама заявились методичные рекомендации, протягивая денежать рубрика «Аукционы по продушине рухомости», которая регулярно обновляется. Конечно, есть проблемные места, но они все решаемы. Я могу сказать, что во всех министерствах созданы рабочие группы по подготовке новых нормативно-правовых актов. Если узнаете, что в Гомельской области давно сложилась традиция, в состав Совета по развитию предпринимательства при президенте Республики Беларусь мы предлагаем включить руководителей субъектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. То есть работа ведется постоянная, тропокривая, и мы все время готовы услышать любые предложения бизнеса для того, чтобы максимально учесть все имеющиеся недостатки. Усяго на сегодняшней сессии Гомельского областного совета депутатов было разгледжено 17 пытанев. У их лику связаны с державной майомостью и финансовой сферой. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».